Корею, которую я там получил, очень, конечно, я, наверное, когда ехал в Корею, я думал, Господи, что Ты мне нам покажешь, ну, или хотел увидеть, как они верят. И поэтому сегодня текст хочу взять, это Иван Григория Иоанна, первая глава, 15-22 стихи. Иван Григория Иоанна, 1-19. Давайте вместе прочитаем. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи... Давайте вместе, слух. Когда иудеи, и святая, и независима, ищенника, и видно, спросите Его, кто Ты? Следующее. Иоанн объявил и не отвергся, и объявил, что Я не Христос. И спросили Его, что же Ты? Ирия? Он сказал, нет. И ворог, Он отвечал, нет. Сказали Его, кто же Ты, чтобы нам дать ответ, пославшим нас. Что Ты скажешь о себе Самом? Он сказал, да, благословившего пустыни. Исправьте путь Господа, как сказал ворог Исаия. Можно следующий? Апостолы были из фарисеев, и они спросили Его, что же Ты крестишь, если Ты не Христос, не Илья, не пророк. И она сказал им ответ, я крещу в воде, но стоит ли для Вас нет, которого Вы не знаете. Аминь. Аминь. В этот вопрос, кто Ты, и что скажешь о себе, вопрос каждому из Вас, кто Ты, что Ты скажешь о себе. Это вопрос, который определяет Твое самосознание, кем Ты себя воспринимаешь, кем Ты себя позиционируешь, кто Ты, и какое Твое место в этом обществе. Почему иудеи прислали, ну, хорисеи прислали своих этих, спросить Иоанна Христителя? Потому что для народа очень важно, какое его самосознание. Иудейский народ в рабстве, Израиль в рабстве под Римом. И для них очень важно понимать, ну, а их ожидания какие, что придет Мессия, что придет избавление, что придет свобода от налогов, от рабства, и что Израиль покорит все царства и будет над всеми царствами. Поэтому вопрос, кто Ты, очень важен для самосознания народа. Если Ты Мессия, если Ты тот, кого мы ожидаем, тогда наши планы будут строиться по-особенному. Мы будем, там, или поддерживать, или как-то укреплять, или еще что-то. И вот для церкви очень важен этот вопрос, кто Ты, церковь, кто мы здесь, вот в этом обществе, в котором мы находимся, в этом городе, в котором мы живем, в этой стране, кто мы? Какое наше самосознание, какой наш подход вообще к окружающей ситуации? И вот для Израиля тогда этот вопрос, кто Ты, это же вопрос даже не политический, что мы сверкнем Рим, или там, сами поцаримся, но это вопрос, это война между богами, чей бог сильнее? Римский пантеон богов или наш, Иглова, Яхве, тот, который мы верим, тот, который вел нас через пустыню проводил, море раскрывал перед нами? И этот вопрос, который к Иоанну Крестителю, он очень широкий вопрос. Кто Ты, как нам ответить посланным нам, если Ты не Христос, не Илья, не пророк, когда, ну, определись, дорогой мой, кто Ты есть такой? И это вопрос, это духовная война, это духовный вопрос. И кто мы, церковь, здесь? Какое наше самосознание, какое наше восприятие? Нужно определиться и знать, кто она. И кто для нас, для церкви Иисус, и какие у нас отношения с Ним? Какие отношения у Тебя лично, брат и сестра? Кто Ты? Этот вопрос очень важный и не важно на него ответить. Кто Он для меня и приятел Него? Кто для меня Господь, кто для Иисуса и приятел Него? Чем можно характеризовать нынешний век? Как бы Вы назвали время, в котором мы живем? Время скорости. Скорости. Суэн, да, судебно, там, и есть. Суэн, да. Еще какие? Знания. Урбанизации, знания, да, технологии. Еще, может быть, есть? Толерантность. Толерантность, согласен, да. И сетей. И сетей. Да, все, когда вообще меняется, сети тоже изменили очень сильно сознание и восприятие мира. Все попали в сети. Все попали в сети, да. Еще его называют, давайте еще один текст откроем, это 2-й церкви, 3-я глава. Знай же, что в последние дни настанут времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивые, сребролюбивые, горды, надменные, злоречивые, родителям непокорные, неблагодарные, нечестивые, недружелюбные, непримирительные кривитники, невоздержанные, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые, имеющие вид благочестия, силы его отрекших, отрекшихся, таковых удаляйся. Наступят времена тяжкие. Мы можем называть, по-разному мы воспринимаем время, в котором мы живем. Его же еще называют временем постмодернизма, да, уже прошло средневековье, когда, ну, наверное, оно началось со временем реформации. Было как-то начальное, до средневековья, как называлось это, свет? Древний мир. Вот, древний мир, потом средневековье. И начало реформации, это уже конец этого средневековья, и начало какой-то эпохи возрождения, да, когда меняется мышление. И вот средневековье, оно характеризуется тем, что мышление у людей было психологическое, богоцентрическое, то есть основанное на Библии. Но когда пришло вот это время возрождения, то появилась философия, и мы начали любить, философствовать, размышлять по-разному. А когда началось время технической революции, тогда вообще человечество шагнуло вперед, и для человека время стало ускоряться и ускоряться. Вот, Серега говорит, что время скорости, а тогда оно еще, с телеги, когда пересели на автомобиль, то все очень быстро сдвинулось, начало меняться. И самосознание человека менялось. И когда пришло время современности, вот, наверное, мы и жили во время коммунизма и так далее, то человек стал очень расти. Человек, его самосознание стало, ну, укрепляться. Я, человек, вышел на трон. Раньше богоцентричное было мышление, а сейчас стало человекоцентричное. А время постмодерна, оно вообще определяется тем, вот, толерантность, это правильное было слово, когда терпимый ко всему, нет границ, все размыто, нет авторитетов. Ты прав, и ты прав, и ты прав, и ты прав, и ты прав. И все правы. И терпи, и мне не этого, мне не этого, мне не этого. И получается, что даже Слово Божие, оно уже, ну, может быть, и оно право. И оно право, и Бог прав. И верующие, вы верующие, хорошо, и вы правы, и мы, не верующие, тоже правы. И вот это время, когда самосознание людей, оно вообще размыто, и человек, порой, не знает, кто он. И вот эти последние времена тяжкие, когда мы не знаем, кто мы, люди вокруг нас не знают, кто мы. И когда мы проповедуем Христа распятого, то нам нужно понимать, кому мы проповедуем, как воспринимают нас люди. И вот, ну, назвать время, в котором мы живем. Может быть, когда я уверовал, мы приезжали на эти собрания пилигрэма, в свои стадионы собирались. Люди, я помню, что я был неверующий человек, мы студенты в общаге говорили, там какой-то великий проповедник приезжает, поехали. Я помню, что мы ехали на электричке с Калужской области в Москву, и я помню, был я на этом собрании пилигрэма, и может быть, даже, мне кажется, что я выходил на покаяние, может, и не выходил, не помню. Но я уехал оттуда, и мы такие, ну, прикольно там, и все, у меня как бы вот, ничего-то там не изменилось, но это были, видимо, семена какие-то. Но вот нас тянуло, да, нам рассказывали в Корее, когда началось вот это пробуждение 50 лет назад, когда японская оккупация закончилась, гражданская война началась, потом, когда она закончилась, разделился север с югом, то проповедники ходили, ну, говорит, у них был такой проповедник, его звали Сила, и он говорил, Иисус Рай, Иисус Рай, Иисус Рай, он там стучал барабан у него такой на шейку, на груди здесь был барабан, он стучал в него, он говорил, Иисус Рай, и за ним шли люди, и каялись, и церковь наполнялась. То есть он был, они его называют проповедником пробуждения, то есть через него, он больше ничего не проповедовал, он только кричал, Иисус Рай. Сейчас выйди в наши времена, то есть времена поменялись, выйди в наши времена, начни кричать, Иисус Рай, Кашинка, да, Кашинка, и просто там, ну, восприятие совершенно другое будет. И вот в временах, в которых мы живем, человек, у которого хорошая духовная жизнь, который молится, читает Библию, благодействует, у которого там растет церковь, у которого хорошая семья, и дети есть, и хорошее отношение в семье, ну, может быть, среди вас есть такие. Если бы сейчас вам сказать, ты пойдешь сейчас на небо, кто готов сейчас на небо попасть? Сейчас дверь открывается, и сух заходит, и забирает, кто готов? И кто хочет, то есть, может быть, не все готовы, но кто хочет? Ну, в общем, 50 на 50, да? Не хотят. Вот если, я не знаю, почему подняли руки те, кто все хочет, но иногда... Иисус Рай. Если есть человеку, что я здесь оставляю на земле, то ему трудно идти. Иисус бы зашел, и он бы, может быть, сказал, Господи, подожди мне еще детей вырастить. Или у меня там еще кто-то неверующий остался, я еще не домолился за них. Вот, ну, что-то... А другой, я даже как поженился, я еще не насладился своей женой юности. Еще детей не родили, и как, ну, как-то раз и все, и ушли. Если бывает, что даже старики желают друг другу здоровья, чтобы подольше пожить вместе, чтобы вот эту старость провести в радости. И одно проклятие я слышал, он говорит, прихожу к бабушкам, там уже, которые наладом дышат. Говорю, да уже, молитесь, чтобы Господь, добери меня. Они все молят, Господи, укрепи, грай сил интересных и духовных. Вот, и все дерутся за жизнь. Что нас держит на этой земле? Вот, что нас держит на этой земле? Кто я, да? И куда направляет меня, ну, мои мысли и чувства? Если у одной, ну, в семье умер муж, и жена, очень хорошие отношения были у них, и она говорит, я не хочу жить, я хочу идти за ним. Я хочу идти за ним, мне ничто не мило. Почему? Потому что ушел мой любимый. Мой возлюбленный, которого я любила все эти годы. И другая ситуация, когда женщина, умирая при нем муж, и она приходит к пастору и говорит, я не хочу жить в этой сформе, я хочу служить дальше. Я хочу в церкви, я хочу, чтобы от меня дальше была польза. Иначе я не выдержу. Любовь к Богу. И глубоко любить Бога, и желать встречи с Ним. И вопрос, что держит меня на этой земле, да? Почему я хочу еще остаться? Почему я хочу еще задержаться здесь? Или я готов уже идти туда? Независимо от эпохи, независимо от времени, в котором мы живем, в сердце нашем должна быть эта горячая любовь к Богу. Горячие вот эти отношения. И к чему мы должны стремиться? Наша цель – это Господь Иисус. И вся наша жизнь, в которой мы здесь проживаем, оставаясь здесь на этой земле, она для того, чтобы все сферы жизни со Христом сверять. Чтобы каждую область, семейные отношения, на работе, в церкви и так далее, сверять, Господи, угодно ли это тебе? Хочешь ли ты, чтобы я поступал так или иначе? И вот почему времена тяжкие написаны? Из-за людей. Они имеют вид благочестия, а силой отреклись. Времена тяжкие, потому что мы сталкиваемся с этим миром, и этот мир обескураживает нас. Мы иногда не знаем, что делать, как ответить на хамство, или как реагировать на хамство, или на обман, на воровство. Порой теряешься, Господи, если я верующий, а меня оболгали, обокрали, унизили, оскорбили. Как воспринимать все это? И это же тоже вопрос, кто я, это вопрос моего самосознания. Кто ты для меня, Господь, кто я в тебе? И вот многие верят в Иисуса, многие верят в Бога, но не имеют личных отношений с Ним. То есть я знаю об Иисусе, я знаю о том, что Он мой Спаситель, я знаю о том, что Он пришел в этот мир. Но как это знание меняет твою жизнь? Как это знание влияет на твою веру? И вот здесь я уже хочу подойти к вопросу, что такое вера? Потому что верить в Бога, но оставаться эгоистом, это вполне стало нормальным для верующего человека. Верить в Бога и проложать жизнь, жить жизнью, как мне это нравится, это становится нормальным для христианина. И можно ли назвать этого верующего верующим тогда? Можно ли назвать его возрожденным человеком? Ну, я не хочу касаться этого. Но что значит люби ближнего самого себя? Ложь, великая ложь, которая проникла в церкви, заключается в том, что люби себя вначале. Чтобы ты смог любить ближнего, нужно сначала полюбить себя. Если ты себя не любишь, то как ты можешь любить ближнего? И у нас получается такой перекос, например, вот этот обман заключается в том, что отсюда пришла и теория как-то, религия процветания, или как это называется, ну, учение процветания. Что все должны быть богаты, все должны быть здоровы, все должны быть успешны, там, в политике, в музыке, еще, еще где-то. Для чего? Ты любишь себя, ты продвигаешь себя, ты повышаешь свое достоинство. На первый план, вот в последнее это время, выделить человека на пьедестал, на трон. Если мы приходим в церковь, и вопрос, кому мы поклоняемся, кто определяет нашу жизнь. Может здесь стоять трон для Бога, но есть ли тут Бог, принимает ли он проклонение мое, принимает ли он эту хвалу? А что может мешать? Я, я сам. То есть, кого я люблю? Вот вопрос, люби себя, что это? Работа от моего я, или это смерть моего я? Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. А как, в чем подражание выражается? Когда он говорит, мы в скорбях, мы в трудах, мы в гонениях, мы в оскорблениях, мы презираемы, мы гонимы, нас ни во что не ставят. Подражайте мне, как я Христу, заключает Павел. И он, он понимал, кто он такой, Павел. И он, Креститель, понимал, кто он такой. Он говорит, я глаз убьющего в пустыне. Я не достойен разрезать ремень на ногах его, обуви, обуви на его ногах. Но, и кто мы с вами, дорогие мои? И вот, повысить свое достоинство, или повысить Иисуса Христа, достоинство Иисуса Христа в моей жизни, в моем сердце, во всем, что наполняет меня. Бог нас назвал царями и священниками. И мы тоже такое просказывают иногда в церкви, когда вы цари, вы должны царствовать, вы должны иметь власть, брать всю эту власть над бесами, над болезнями, над всем, что препятствует вашей вере. И вот, кто, я царевич, или Иисус царевич, может быть, может быть, два царя, или я царь, или он царь, кто-то должен быть царем. И поэтому, ну, даже в церкви мы названы царственным священством, для чего? О, есть ли сейчас какое-то мое преимущество, как пастор, или Игорь, или Владимир Иванович, над каждым из вас? Вот, столько функций. Только потому, что мы, ну, служители, и, там, можем раздавать причастия, тарифы какие-то. Ну, каждый из вас священник для того, чтобы нести Евангелие Иисуса Христа. Каждый из вас священник, потому что вы можете умирать для себя и нести Христа в этот мир. И в этом наше священство, в этом наша царственность, когда мы, ну, смиряем себя для того, чтобы возвысился Христос в нас. И поэтому, когда мы что-то делаем, словом или делом, мы смотрим и проверяем себя, во славу ли Божьей это делали, или в угоду себе. Люби Бога и Ближнего. И тяжкие времена, о которых мы прочитали, люди себя любили. Они больше любят себя, нежели Бога. И это вопрос к тому, кто я. Есть, знаете, о вере, если поговорить. Есть, скажем так, мир, есть нейтральная полоса и есть Божий, Божий Царство, Бог. Вот возьмем так. И вот теория вот этой нейтральной полосы придумана людьми, которые называют себя верующими, но не хотят умирать для Христа. И они говорят, я пришел из мира, и я знаю Бога, я нахожусь здесь, меня все устраивает. Я хочу жить для себя, я хочу богатеть, я хочу быть здоровым, хорошо, надеваться, красиво выглядеть, модным быть, успешным быть и так далее. Но если стать сюда, то возникает вопрос совершенно другой. А зачем мне это все нужно? Почему я живу для себя больше? Ну, люби себя, потом Ближнего смогу любить. От своего достатка смогу жертвовать бедным. И от того, что мне осталось, что-то произносилось, могу отдать. Новое купил, пристали, могу отдать. И вот такая удобная очень религия получается. Но Бог нас призывает из этого мира сюда сразу, без всяких нейтральных полос. У Бога нету в серединке. Или ты со мной, или нет. Или что-то тогда мешает, что-то стоит между мной и тобой. И вера как раз заключается в том, что... Во что я верю? Неверующие, они тоже верят. Или даже вот христиане, если взять каждого из нас... В каждый момент жизни я верю. Я верующий. Но одно дело, я могу верить в то, что ничего не получится. Или я могу верить в Божье Слово, в Божье обетование. В то, что я смогу. Ну, на нейтральной полосе я смотрю на себя. Я понимаю это, и это мне не по силам. С этим я не справлюсь. Это не для меня. Вокруг меня люди, которые мне не смогут помочь, или тоже не наберется там в помощниках, или... Ну, трудно все. Нет, невозможно. Меня не поймут там, меня не поймут здесь. Нет. И ты начинаешь верить в негатив. Или ты веришь в Божье обетование, что Бог силен совершить. Бог силен изменить вокруг тебя обстановку. Ну, простой пример, это, кстати, моей ногой. Вы все молились за нее. Слава Богу, потому что я себя намного лучше чувствую. Но когда я ее поранил, это была первая неделя моего там пребывания в Корее, меня такое уныние посетило. Потому что я всего два раза сходил на молитвенные горы их, утром. Я думаю, о, классно, буду ходить. Мне говорят, все, сиди, не двигайся. Вот тебе только от твоей комнаты до лекции. Ну, поднялся на второй этаж, все, или там столовую. То есть минимум движений. Вот я вот тут сижу на этой, там, либо беседке, либо на стульчике. Они играют, или они ходят, вся команда. А я, значит, это... Меня такое уныние посетило, Господи, ну почему, ну за что, ну там такие всякие мысли. А потом, ну, я себя поставил на то, что я стал верить в негатив. Вдруг так все хорошо начиналось, так вот эта неделя активно, там, я, как молодой сайгак, наверное, там, по этим горам, по ступенькам, мы там соревнуемся, кто даже на ступеньки запрыгнет больше. Вот. В общем, такие, на меня похожи, да? Короче, и тут я все, ограничен, без движений. И тут мне приходит, Господи, но мой взгляд переключился, моя вера стала другой. Я говорю, Господи, если написано, что благо мне, что я пострадал, благо мне, что я пострадал, если благо, если ты это делаешь, если ты допустил в мою жизнь эту травму, то в чем благо? Благо мне, что я пострадал, чтобы научиться уставам твоим. Любящим Богу все содействует ко благу. Я говорю, Господь, ты знаешь, что в моем сердце, ты знаешь, что я люблю тебя. И если это содействует мне ко благу, то в чем оно, это благо? И у меня совершенно поменялось отношение ко всему. Это уныние ушло. Почему у верующих людей нет депрессии? Почему у верующих людей нет уныния? Почему у верующих людей нету, ну, какого-то негатива? Мы можем, вот даже наша реакция иногда, раз, какая-то ситуация, и мы, ооо, все плохо. Или такая, раз, ситуация, ооо, куча возможностей. Ооо, Бог допускает, значит, может быть здесь, это Его воля, Его планы. Господи, покажи мне. И ты начинаешь, берешься за Его руку, и Он ведет тебя, и ты видишь, в чем перспектива, в чем Его замысел. Или можно смотреть, оо, больная нога, все, я хороничен, ничего мне не достается теперь. Вот просто, это вера, и это вера, и это вера. И поэтому Бог призывает нас не быть на этой нейтральной полосе, быть верующими, но не верующими. Когда Иисус говорит ученикам Своим, когда Он эту бурю усмирил, говорит, почему Вы усомнились с маловерой? У Вас, ну, проблема восприятия Меня, как Господа. Вы вроде бы только что видели, я накормил пять тысяч хлебами и рыбками, и Вы видели эти чудеса, и теперь Вы удивляетесь, что волны утихли. Или Эйру, у него дочь умерла, уже объявили, все, не утруждая учитель. Он говорит, не бойся только веры, я с тобой, я жизнь, я даю то, что ты, ну, желаешь. Иисус идет и поднимает из мертвых эту дочь Его. Не бойся только веры. И вот эта вера наша, на чем она основана? Она должна быть основана на Иисусе Христе, что в Нем все возможно. В Нем все обетования, в Нем вся сила. Его сила меняет нас, нашу жизнь. И когда я был в Корее, для меня это был вопрос, кто я, или как бы, Господи, покажи мне, в кого они верят, или какой Бог там. Потому что, и я этот контраст очень сильно увидел. Я буквально, знаете, нас возили по церквам, нас кормили там, дарили нам подарки. И в одной церкви я даже сидел над этой тарелкой еды и плакал. Господи, почему я здесь вдруг оказался и ничем не заслужил это, но люди, которые не знают меня, кормят меня, делают эти подарки, благословляют, возят нас, тратят на нас деньги. Там мы приедем в какую-то церковь, а пресс-фитер один говорит, ну, привезли нас обедать. Говорит, это обед ваш оплачивает этот пресс-фитер, он оплатил дорогу, экскурсию. И когда мы начинаем считать, один обед стоит, нас 40 человек, и, короче, где-то он тысячу долларов заплатил за нас. В другом месте там полторы тысячи вышло, там с автобусом, еще с чем-то. Мы думаем, насколько они жертвенные эти люди. Насколько, ну, эта жертвенность, она не такая, что, ну, не вернется. Наоборот, он дает нам, которых он больше никогда, может, не увидит. Эти люди уедут в Россию, эти пастора уедут в Россию и там служить, но я их просто накормил. Я их сводил на экскурсию. Я не понимаю, господи, что они движут, какая вера ими движет, этими людьми. В чем разница между нами, вот, русскими, и ими, корейцами. И вот один из секретов, который я увидел там, это то, что их вера, они говорят, мы верим усердно. То есть для них нет проблем. Я понял, что мы верим в слава Бога. Ну, я не знаю, я могу просто за себя говорить. Я умею, что я верю в слава Бога. Не буду говорить за всех вас. Что мой Бог ограничен моими представлениями о Нем. И мне кажется, что я вот смотрю на себя, и мне кажется, что у меня не получится. Я смотрю на церковь человеческими глазами, думаю, у нас не получится. Я смотрю на этот город, и мне кажется, они все неверующие, им ничего не получится. Век постмодернизма, век толерантности, век разнутых границ. Этот метод не помогает, этот метод не помогает. Эти мероприятия люди не каются, крещений нет. У них вообще нет такого восприятия. Они вообще не смотрят на окружение. Они, Корея, вторая в мире страна в этом году, после США, по высланным миссионерам. Около 200 тысяч миссионеров в год они выпустили. Семинарии готовят людей, готовят кадры. В церквах, в маленькой церкви, меньше нашей, наверное, вот такая церковь. И там проповедуются Евангелие, проповедуется видение на то, чтобы мы в маленькую церковь послали миссионерам. Я потом узнаю, что 2 или 3 у этой церкви уже есть миссионерная поддержка. Они из своей среды высылают людей. Я не понимаю, почему это, Господи, как это так? Почему у нас какая-то вера ограничена? Почему мы видим только себя и вот это вот материальное? Они верят усердно. И эта вера, то есть, усердие заключается в том, что не только они каждое утро идут молиться. И они регулярно, методично читают Слово Божие, изучают его. Но и в том, что они делают просто потому, что Бог призывает их. Они не спорят на то, что у них есть, какие у них деньги, какие у них ресурсы. Не спорят на то, что вокруг протеются или не протеются. Для них это возможность. Они верят, что пойдет этот железный занавес между Северной и Южной Кореей. И Евангелие клынет туда. Они ждут этого момента. Они готовятся к этому моменту. Они уже готовы принимать этих неверующих северных корейцев, до которых дадут Евангелие. И я удивляюсь этому. Они болеют за Россию. Они болеют, там были у нас постарались, из Казахстана, из Узбекистана, из Туркменистана. Они берут этих попосперей и говорят, что мы еще можем сделать для вас. Какие еще мы можем для вас усилия приложить, чтобы больше веровать. И вот эта усердная вера, она настолько меня удивила. Я думаю, что мешает нам только здесь, все помехи вот здесь. Бог всемогущий. Вдруг для меня это такое было откровение, что Бог всемогущий. Все познается с сравнением, наверное. И вот усердная вера, потом вот эта жертвенность, безоглядная, ну как бы не ожидая ничего в ответ. Они просто жертвуют. Они, конечно, иногда, ну как делись себя по-русски, иногда безобразничали. Кто болтает, кто в интернете сидит, там у постара такие мужики, ну русские. Иногда стыдно было за нас. И они говорят, мы столько вас вкладываем. К нам приезжали профессора, в день уже 5-6 человек приезжало. Один час нам лекцию читает и уезжает. Другой говорит, я 5 часов потратил сюда, 2 часа он прочитал лекцию, 5 часов езжу обратно. И еще приводят подарки нам некоторые, еще там благословляют нас. И удивляешься этому всему, думаешь, насколько они открыты, они готовы тратиться. И они говорят, я говорю, почему вы такие, пытался узнать этот секрет. Они говорят, просто мы должны. Собственно, когда-то к нам приехали миссионеры, дали нам Евангелие, уверовали, вложились в нас, созданы в церкви. Мы просто должны этому миру. Мы просто посылаем миссионеров, потому что, ну, Бог так нас вызывает к этому. И тем не менее, они не смотрят ни на какие препятствия, они не смотрят вообще ни на что. Они в Китае, в закрытые страны, в Арабских Эмиратах есть миссионерская церковь из Кореи. Да, 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 что помогло им, но спираются верующие. И удивляешься этому. Эта усердность, эта жертвенность, она, конечно, вдохновляет. И еще один момент, который меня удивил, это было много очень свидетельств, когда у тебя уныние, или когда у тебя болезнь, или когда у тебя проблемы в отношениях, или на работе, или еще где-то. Ну, в общем, начинает тебя давить. Атмосфера начинает тебя давить. Что они делают? Они идут в стокус и служат. Мы были у нас в местах, называлось монастырь. Почему монастырь его назвали? Потому что сюда они приезжают отдыхать, сюда приезжают работать. И пастор рассказывает несколько свидетельств, когда мужчина заболел раком. И пастор говорит ему, приезжай, послужи в монастырь. И тот расположил свое сердце. И говорит, конечно, очень важно расположение сердца. Я приезжаю работать в этом монастырь не потому, что я исцеление получу, а просто... Опять их, это усердная вера, простая усердная вера. Не потому, что мне Бог что-то даст, а просто я... Даже если я умру, я послужу. И говорит, приезжаю, даже буквально травку порвать, сорняки, еще что-то поухаживать. И люди получают исцеление. Люди, мужчина, он пришел с диагноза у вас легких. И две недели трудился в монастыре. Вернулся с диагнозом, что нет ничего, чистый, легкий. Он встал в чистом воздухе. Ну да, наверное. В голове, в личном, да. Вот. И много свидетельств таких было еще, которые... Ну, просто мне уже нет времени приводить. Вот это усердие. Я этим так вдохновился. Очень богатая страна, очень высокий уровень жизни. Туда идет по заработке, если кто-то хочет. Там, строитель получает выше 100 тысяч рублей на наши. 100-170 можно получать в месяц. На полевых работах, там, еще где-то. Но и мороженое стоит там 120 рублей на наши. Самое дешевое, 120 рублей. Так что можете поесть мороженое. Вот. Поэтому церковь, дорогая, все эти свидетельства для того, чтобы вы понимали, кто вы. Вопрос, заданный, наверное, крестителю, полисеями. Они, вроде бы, должны быть верующими, но они оказались неверующими. Они оказались неверующими. Иоанн в конце сказал, я не достоин развязать имени обуви его, но вы не знаете его. Вы не знаете его. Поэтому очень важно для каждого из нас знать Иисуса Христа, какой он на самом деле. Не мое представление о нем. Я очень радуюсь тому, что я сумел съездить и увидеть вот этот контраст, эту разницу. Я очень хочу, чтобы эта вера в моей жизни, она осталась, и в вашу жизнь, и немножечко заразить вас. Тем, что Бог не ограничен ничем. Просто ничем. Есть его Слово, есть его Желание, есть то, что он хочет поможить. Все это молитвенно я прочитал, что в Давиде, Бог сказал, в нем исполнится все хотения мои. В Давиде. Бог в Давиде исполнил, в нем, ну, через его потомство родился Иисус Христос. И теперь Бог смотрит на наши сердца. Рождается ли в нас Иисус Христос. Тот Самый, всемогущий, сильный, победивший ад и смерть. Бог, Который все над всем. Когда мы принимаем причастие, вот сегодня будем принимать его, задумайтесь над этим. Господи, каким я знаю Тебя? Кто я? Какой ты для меня? Спасибо. Спасибо.